ВЕЛИКИЙ ПОСТ Но главное, как говорят святые отцы, пост – это курс спасительного врачевания души. Постясь телесно, постимся и духовно. Гораздо важнее наши теплые отношения друг к другу, великодушие, снисхождение к недостаткам ближних, даже к обидам, если они нам наносят. Святые отцы церкви говорят, что вера заключается в том, чтобы пребывать в смирении и творить милость. Каждый христианин должен делать милость. Помнишь, как? Иди, и ты твори так же, говорил Господь. То есть делай милосердие, как милосердный самарянин, как Закхей, как другие, как вдовица. Она лишь малую лепту. И то Господь принял вдовицу два лепта. Вот так каждый христианин должен по мере возможности делать добрые дела. Потому что вера без дел мертва есть. Как тело без духу, оно мертвое. Так и наше духовное делание. Если нет дел, значит нет ничего у нас. Вот поэтому надо всегда строго к христианину относиться и искать. Как преподобный Серафим Саровский говорил, что от чего больше благодать происходит? От милостыни, значит твори милостыню. От молитвы, молитву твори. Чтобы прибыль была духовная. А то мы часто топчемся на одном месте и ничего не делаем. Да, батюшка, я ничего не могу. И то, и то, и так. Мы ничего, и в конечном счете отходим, и ничего, не оставляем никакого духовного следа в этой жизни. Поэтому надо всегда, как Господь сказал, иди, и ты твори так. То есть иди и делай добрые дела, пока есть время. Пост утончает душу для покаяния. Человек начинает лучше видеть свои недостатки. У него появляется жажда очистить свою совесть и покаяться перед Богом. По словам святителя Василия Великого, пост делается как бы крыльями, возносящими молитву к Богу. Молитва совершается со вниманием, особенно во время поста. Потому что тогда душа бывает легче. Ничем не отягощается и не подавляется гибельным бременем удовольствия. Для такой покаянной молитвы пост – самое благодатное время. Береги каждый час. Их немного у нас для скитания. И клади на весы вместо гирь что? Покаяния. От покаяния у нас все идет всегда. Я прихожу и с народом сюда мы стараемся нести покаяние. Это тоже милосердие Божие, что наши грехи Господь взял на крест. Это великое милосердие падшему человеку. Потому что выше этого милосердия нет ничего, что Господь нам прощает. Все наши согрешения вольные и невольные. Вот милосердие Божие. Почему мы всегда и поем милосердие, двери отверстия, Господи, отверстия и жизнодавча. Покаяние отверстия и дерью жизнодавча. Утренний дух мой, как храм, еще тому, то ему храм на сяй интересный, вещь, что осквернет. Поэтому мы должны от этой скверны всегда очищаться посредством покаяния. Это тоже милосердие Божие. Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, пожать обильные плоды от своего покаяния, услышьте Слово Божие. «Отпустите, простите ближним согрешения их перед вами». Милость, исходящая из заповедей Евангелия, находится в неразрывном союзе с правдой Божией. Служит выражением ее. «Отпусти, причастите, причастен таяц, во свете грехов, мы живем вечно». Народ наш очень русский, добрый. И приз он для того, что действительно, помните, как коллег странников, они всегда принимали и давали первое место, сажали, что как бы принимали как самого Христа. Вот это, вот к чему призывает святитель Иоанн Вилостивый. А молитва его, тропарь такой, «В терпении твоем стержал и семзду твою, отче преподобие, в молитвах непрестанно терпевый, нищий, возлюбивый и сия удовлетворивый. Но молись о Христу Богу и о невилости и блажении спастись душам нашим». То есть он удовлетворял телесные потребности тем людям, которые нуждались в этой помощи. Старался последнее все, даже когда подарки какие ему были, он последнее все отдавал бедным и обездоленным. Когда приходили даже и хорошо одетые люди, он и тем говорил, что раз они нищие могут попросить, а эти не могут попросить, дайте и им. А помните, один раз, когда искушали это его один, и один раз подошел к нему, получил милостыню, и другой, когда он сказал, дайте ему три золотницы. Многим, конечно, кто и в кораблекрушениях, кто терял имущество, он помогал. Ну, как сказал, и милосердие, пучино. То есть безграничное милосердие было свидетелья на милость. Я смотрю на нашу жизнь. У нас столько больниц, столько приютов, столько бомжей. Можно в тюрьму многие помогают, я знаю. Конечно, не всегда бывают наши милостыни там, что доходят праведно. Но, как говорил святитель Иоанн Милостивый, не смотрите на лица. Сам Господь примет. Если и не тому, конечно, если по Писанию, чтобы запотело в руках милостыни немножко, не направо и налево раздавать, а смотреть, где более нуждается, где более нужда. Где тяжко дышится, где горе слышится, вот там христианин должен быть первым. Потому что горя очень много. Горе глубже моря. Горе-то горе сколько кругом. Божьего света не видно. Право о собственном горе своем думать становится стыдно. Почему стыдно? Потому что мы и кров имеем, и одежду имеем, теплую в зимнее время, и питание имеем. Поэтому мы не можем обижаться. А другие без крова, без пищи. Вот как к такому человеку отнестись? Вот мне пришлось, батюшка, и говорит, что отец, он виноват. Я сказал, что там на кухне накормили его, а сам не свел. И он сокрушается. Можете, человека не накормили, можете, не напоили его. Видите как? Вот сокрушение наше сердечное должно быть о каждом человеке. И вот когда есть такое сокрушение, это будет уже добрая наша воля уже, к милосердию. Открывается наша душа к милосердию. «Принимай всякого нуждающегося, как Господа, и делай для Него, что можешь сделать, с той мыслью, что делаешь это для Бога. Как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне, заповедовал нам Спаситель». Божественная правда явилась человечеством в милосердии и повелела нам уподобиться Богу совершенным милосердием, а не какой другой добродетелью. Господь заповедует превратить земное имение в небесное милостыней, чтобы сокровище человека находилось на небе и влекло его к небу. Милосердие двери отверстия нам, благословенная Богородица, надеющая на себя да и погибнет, но ты избавишься тобой от беда, и вы ищи спасения рода христианского. Матерь Божия открывает всем нам двери, чтобы мы шли и учились от нее. А она и смиренная была, и кроткая, и милосердная. Помните, как я капризе на смирение рабы свои, все ботны, благословенные родицы. Вот мы должны от святых учиться. Вот как преподобный Сергий, помните, он за милостыню там рубил, хлеб был черствелый и плесневелый, он рубил за эту милостыню дом, там, келью брату. Видите, как? Вот в чем заключается. Вот. В любви друг к другу. Вот заключается все милосердие. Суть поста не в том, чтобы отказаться от некоторых видов пищи или развлечений, и даже от насущных дел, а в том, чтобы отказаться от того, что всецело поглощает нас и удаляет от Бога. В этом смысле и говорит преподобный Исаия Отшельник. Душевный пост состоит в отвержении попечений. Пост – это время служения Богу молитвой и покаянием. Пост установлен для всех – и монахов, и мирян. Он не является повинностью или наказанием. Его следует понимать как спасительное средство, своего рода лечение и лекарство для каждой человеческой души. Пост не отталкивает от себя ни женщин, ни стариков, ни юношей, ни даже малых детей, говорит святитель Иоанн Златоуст. Но всем открывает двери, всех принимает, чтобы всех спасти. Начинается великий пост. Господь говорит, что пища, она не приближает и не удаляет нас от Царствия Божия. Но, конечно, и пост, Господь говорит, сей рот изгоняется только постом и молитвой. Человек делается легче, и душа его освобождается от лишней грязи и пороков. И человек с радостью встречает праздник Христового воскресенья. Вот так радость, что каждый христианин может получить то, что завещал нам Господь. А Господь завещал нам Царство Своего. Вот я вот иду, и обители вам сотворю. То есть завещал нам всем, кто будет жить по вере Божией, будет в Царстве Небесном. А кто, конечно, не хочет это принять, он сам себе убирает уже местное мучение. Вот. Потому что Господь насильно никого не заставляет ни поститься, ни молиться. Потому что Господь без нашей молитвы Он свят. А мы без молитвы, как обугленные головни. Поэтому будем всегда стараться нести пост и молитву. Вот помните, как Господь сказал, сей рот, когда привели бесноватого мальчика, апостолы не могли его исцелить от беснования. И Господь говорит, сей рот изгоняется только молитвой и постом. Видите, как и молитва, и пост, они нужны для христианина. Вот так. И надо помнить, что подвиг поста ни во что не вменяется Господом. Если мы, как выражается святитель Василий Великий, не вкушаем мясо, но поедаем брата своего, не соблюдаем Господних заповедей о любви, милосердии, самоотверженном служении ближним, словом всего того, что спросится с нас в день страшного суда. Субтитры создавал DimaTorzok